Это были два дня без преувеличения напряженной и ответственной работы. Вопросы, которые необходимо было обсудить, президент назвал во время открытия 6-го Всебелорусского народного собрания. Подчеркнув, никакой надуманности быть не должно, говорить нужно о том, что действительно волнует людей, и предлагать реальные пути решения существующих проблем. Где есть резервы и конкретные предложения по дальнейшему развитию? Как нам в условиях пандемии и внешнего давления жить дальше? Какие предпринять меры для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни людей, социальной поддержки нашего населения? Это основа нашей экономической модели, суть белорусского социального государства. А предложения, идеи могут быть разными. Не обязательно только те, на которых акцентируем внимание мы в руководстве страны и в нашем правительстве. У меня одно требование, и вы его хорошо знаете. Повторюсь, все должно быть открыто и реально. Нам бояться некого. Не голые теории рассуждения и красивые слова, а конкретные меры, которые дадут результат. Для нашей экономики и для наших людей. Второе. Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан политической жизни страны. Подумать над возможностью корректировки основного закона. Как я уже неоднократно об этом говорил. Еще одна тема. Распределение властных полномочий. Усиление роли местного управления и самоуправления. Мы должны максимально приблизить центры принятия решений к людям, обеспечить постоянную эффективную обратную связь между властью и населением. Это должно исходить и из жизни, и от наших людей. Никакой надуманности быть не должно, ибо будем иметь обратный эффект от такой перестройки. Мы за этот год научились понимать, что та страна, в которой мы живем, очень ценна. И если ее не сохранять, если не идти намеченным курсом, мы можем много чего потерять. И именно в речи президента практически в каждом постулате, который он говорил, это звучало. Поэтому сегодня, возвращаясь на Гомельщину, мы видим те задачи, которые надо делать. Мы знаем, куда надо идти. Ключевыми экономическими факторами в текущей пятилетке будут эффективное распределение ресурсов, совершенствование системы управления госактивами, равное развитие организаций всех форм собственности. При этом предприятиям, принадлежащим стране, будет гарантирована защита, а их работникам – уверенность в сохранении рабочих мест. Во главе угла социально-экономической политики останутся насущные вопросы жизни людей. Справедливое ценообразование, приемлемые тарифы на основные услуги, эффективная занятость и обеспечение достойной оплаты труда. В прямом эфире об этих гарантиях слышала вся страна. Мы вот планируем в будущей пятилетке создать такие кластеры, когда крупным компаниям, допустим, МТЗ или Белавтомас, Гомсельмаш и так далее, подвяжем много малых средних предприятий, которые будут производить им шестеренки, гайки и болты, которые мы закупаем по импорту. Мы же умеем это делать, и мы поддержим эти малые и средние предприятия. И таким образом, Гомсельмаш не будет бежать в Германию, чтобы купить комплектующие, а будет здесь, создав этот кластер, получать от малых предприятий эти комплектующие. Это будет серьезное импортозамещение. А для этого надо не забывать старые школы, где мы чего-то соображаем. Программа развития страны на ближайшие пять лет – документ всесторонний. Кроме экономического блока, здесь и социальная защита всех слоев населения, и воспитательно-патриотическая работа. Делегаты уверены, начинать ее нужно с самого раннего возраста. В конце концов, выражение «будущее, строить молодым – это не просто красивые слова». Первое – это надо любить свою родину. Если ты ее любишь, то ты всю свою жизнь и деятельность будешь выстраивать так, чтобы своей родине, своей отчизне не навредить. Поэтому с самого раннего детства надо прививать эту любовь к своей земле, к своим людям, к своей символике. И тогда у нас люди будут патриотически воспитанные. А еще немаловажную роль играет изучение нашей истории. Особое внимание в новой программе социально-экономического развития страны – регионам. Уже сегодня здесь выделяются перспективные направления, на развитие которых будут направлены значительные силы и средства. Это позволит поднять не только экономику регионов, но и уровень жизни местного населения. На заседании нашего белорусского собрания мы еще четко для себя поставили задачи, которые определены президентом. Это, в первую очередь, инвестиционные проекты, которые ставятся перед губернатором. Ну и, конечно, это развитие тех проблемных вопросов, которые нас сегодня волнуют. Это, в первую очередь, сельское хозяйство. Мы видим, что у нас здесь есть проблемы, и мы должны его развивать. И, конечно, самый главный вопрос – это строительство жилья на селе. Ну и, конечно, мы не снимаем вопросов, которые сегодня связаны с реализацией чернобыльской программы. Президентом поддерживается данный курс, и программные документы мы активно реализуем. И в текущем году в Ходницке, на Ульянском районе, мы это, и в Брагинском, это все реализуем. Поэтому задачи поставлены, будем выполнять. Во время работы форума и президент, и делегаты говорят, что у нас еще есть болевые точки, но и достижения тоже значительные. Медицина – не исключение. Пандемия коронавируса оказалась тяжелым испытанием для медиков. Но она же показала, в каком направлении должна развиваться отрасль. Очень важно понимать, что мы продолжаем поступательное развитие в сфере образования и в сфере медицинского образования. И очень важно понимать, что 2020 год обозначил важность системы подготовки врачей и важность вообще здравоохранения, как у нас в Республике Беларусь, так и в мире. Поэтому надо поддержать финансово, и это обозначено главой государства, что медицинские работники будут финансово поддержаны в Республике Беларусь. И что очень важно, нам нужно сохранить те школы, те системы подготовки, которые мы имеем на сегодняшний день. Естественно, это задача ближайшей пятилетки. Итогом работы 6-го Всебелорусского народного собрания стало принятие резолюции и обращения делегатов. Цитата из этого документа. Реализация приоритетов будет осуществляться по следующим основным направлениям. Улучшение качества жизни через усиление семейной политики и укрепление здоровья нации. Укрепление промышленности через модернизацию традиционных производств. Формирование новых высокотехнологичных отраслей. Углубление переработки местных сырьевых ресурсов. Ускоренное и сбалансированное региональное развитие. Резервы есть еще у нас в сельском хозяйстве. Ну и, конечно, больше внимания уделим мы социальной сфере. Потому что забота о человеке – это прежде всего. Это уделим внимание достойное медицине, образованию, ну и, конечно же, воспитанию нашего подрастающего поколения. Много у нас сделано, конечно, в районе, но много еще предстоит сделать. И я надеюсь, что с тем составом руководителей, которые сегодня есть у нас на Мозорщине, нам это будет по плечу. Всебелорусское народное собрание поручило государственным органам принять исчерпывающие меры по реализации приоритетных направлений социально-экономического развития страны. В сфере общественно-политического развития обеспечить участие населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики. Речь, в частности, идет о разработке и принятии на референдуме новой конституции страны. По мнению Александра Лукашенко, всю необходимую работу можно провести в течение года. Кроме того, Всебелорусское народное собрание предлагается признать высшей формой народного представительства, законодательным закреплением его особого правового статуса. Я предложил Всебелорусскому народное собрание сделать конституционным органом. Сделать его с полномочиями, что если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у Всенародного собрания, у вас, даже без меня. И Всенародное собрание, оно будет избираться еще более ответственнее людьми, будет иметь полномочия, оно должно быть стабилизатором на переходный период. А какой другой орган вы видите? Ну, может быть, что-то придумаем другое в процессе разработки этой конституции. Но в этот период смены поколений, смены власти, мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. В семидневный срок резолюция будет направлена главе государства для рассмотрения и принятия необходимых решений. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» из Минска.